Мои дорогие подписчики, всем привет! Меня зовут Виктория, я живу в Египте. И насколько я поняла, что мои подписчики очень любят такие глубокие психологические темы. И вот сегодня в этих красивых цветочках желтеньких я решила сами поговорить о египетских мужчинах. Сейчас я буду, в общем, транслировать вам всю правду. Итак, готовьтесь, подпишитесь на канал, обязательно поставьте лайк, ну и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И я начинаю. Итак, египетские мужчины. Действительно ли виноваты они? Еще буквально 15 лет назад мне рассказывали, чтобы пригласить иностранку на свидание, нужно было подарить что-нибудь из золота. Но это было 15 лет назад. И очень много хороших браков, действительно настоящих семей, создали именно в то время, когда еще только начинали иностранки приезжать. Это 15-20 лет назад, тогда еще было все по-другому. Сейчас жутко все поменялось, сейчас уже золотое кольцо дарить не надо, можно вообще ничего не дарить. И вопрос, виноваты ли египетские мужчины? Конечно нет. Виноваты сами женщины, которые массово сюда едут, которые балуют их всякими подарками, деньгами, прибаутками. В общем, зачем мужчине стараться, если все вот так вот доступно, шведский стол. Каждая девушка, которая приезжает сюда на неделю, на две, она должна понимать, что вы этого мужчину же оставляете. То есть вы проводили с ним время, так было весело, хорошо, в общем, гормональный всплеск, у вас скружилась голова. Потом вы уезжаете на год, на полгода, и вы этого мужчину оставляете. Вот что ему делать? Он же тоже живой человек, ему было с вами хорошо. Он прожил там неделю, 10 дней, 14 дней, в общем, вот так вот все хорошо, женщина. И тут, значит, женщина его бросает. Вот что ему делать? Он думает, как ему дальше жить, значит, надо искать другую женщину. В Хургаде, в туристическом городе, если в любой момент вот так поднимете голову наверх, вы увидите самолет. А там новые женщины, новые эмоции, новый всплеск гормонов, новая жизнь. Вот, и вот таким образом, то есть смотрите, вы же приезжаете на неделю, там на 10 дней, вы же его там не забираете. Вот он хочет вас сделать счастливыми. Он вам дает вот эти эмоции, вот этот всплеск. Это же другая культура, это мусульманская страна, они другие, вот что вы от них требуете. Вот они вам дают максимально то, что они могут. На это время вы счастливая с ним? Счастливая. Он видит, что вы счастливая. Он старается вас доводить до такого состояния. Ну, а то, что вы себе придумали, это уже вы себе придумали. Каждый человек, и вы, и я, мы же себя не можем переплюнуть, да? Надо же понимать, что вот эти курортные романы вам дадут гамму эмоций, гормональный всплеск и вот такой адреналин и все такое. Но вы же не можете в этом вечно жить. И вот, значит, эти мужчины, они понимают, что вы приехали за этим, и они вам это дают. Вот, они примерно чувствуют вас, что вам надо, и дают. Другой момент, то, что вы залипаете на этом, это уже не их проблемы, это уже ваши проблемы. Да, поэтому вот так. А европейки сюда летят просто, они творят что-то нереальное. Тут, чтобы познакомиться с женщиной, очень легко. Просто пойти в какой-нибудь клуб, и будет вам счастье за бутылочку пива. Я же хожу в отелях, снимаю видео для вас, и я очень часто вижу вот эти некрасивые, непрокаченные задницы непонятной формы в стрингах. Даже я стесняюсь смотреть, знаете. А вот представьте, приехал мусульманский мужчина с закрытой территории, там, где женщина закрытая, где женщина себя ведет достойно. И вот он смотрит на это. Вот что он должен думать? Как? Вот, даже я говорю, я стесняюсь, потому что, ну, если одевать такие стринги, надо, чтобы попа была соответственна. Ну, а так, есть же другие трусики, ну, правильно? Вот, поэтому вы не только смущаете египетских мужчин, вы смущаете и нормальных людей. Так что вот так. Прежде чем выходить замуж или что-то требовать от мусульманских мужчин, вы же поймите, что это другая культура. И вы это либо принимаете, либо нет. Если вы хотите создать семью с египетским мужчиной, то, пожалуйста, как-то примите то, что это мужчина с другой местности, с другим менталитетом, с другими понятиями. И то, что может быть прикольно для вас, для него это будет самый настоящий стресс. И он не знает, как это уложить в голове у себя и тем более показать вас своей семье. Понимаете? Поэтому дело не в том, что они какие-то плохие. Дело в том, что наши женщины себя ужасно ведут здесь. Я вам серьезно скажу. И за 4,5 года жизни в Египте у меня нет проблем с египтянами. Нету. Я с ними прекрасно взаимодействую. У меня есть друзья, которых я очень ценю и уважаю. Какие-то там моменты деятельности. То есть я всегда с ними могу договориться. Может быть даже когда-нибудь выйду замуж. Кто знает. Все вполне возможно. Дорогие мои подписчики, что хочу сказать. Количество женщин, непонятных женщин, которые сюда едут, ужасных, по характеру лживые, манипулятивные. Что они творят. Я боюсь наших женщин. Я не боюсь египетских мужчин. Повторюсь, у меня с ними прекрасные отношения. За все время взаимодействия с нашими женщинами. Ну там русские, украинские, белорусские. Я заблокировала, наверное, 7 человек. Просто. Просто. Это вообще ложь, манипуляции. Какие-то такие поведения непонятные. Короче, не человек, а дерьмо. И поэтому, наверное, надо разбираться в себе. В себе. В себе. Любая жертва, она найдет своего агрессора в любой стране. Независимо, где вы будете жить. В Америке то же самое творится. У меня есть друзья, которые там живут. В России очень много абьюзеров. Там тоже психопатия, нарциссическое расстройство личности на каждом шагу. Я там жила 19 лет. Я могу себе позволить это говорить. Потому что я знаю. Москва, Московская область. Там что творится. Поэтому не надо никого обвинять. Понимаете? Не надо никого обвинять. Надо прорабатывать себя. Прорабатывать себя и все претензии к себе. Вот у меня такой с вами сегодня разговор серьезный. На этих цветочках. Вот такая серьезная тема. И когда вы будете требовать от себя, вам это пригодится в жизни, где бы вы не были и чем бы вы не занимались. Так что вот так, мои дорогие подписчики. Вот такой у нас сегодня с вами получился разговор о египетских мужчинах. Не, на самом деле, знаете что, здесь очень много хороших людей. Хороших, добрых, порядочных, способных на эмпатию, способных вам помочь. Просто так очень много. Это я вам точно говорю. Просто вы всегда должны помнить, что у любого туристического города есть специфика. Специфика туристического города. Любого. Потому что у меня жила подруга в Сочи. Она говорит, Виктория, только начинается летний сезон, семей нету. Мужчины полетели. Все, мотыльки разлетелись. Есть же спрос, есть предложение. Сюда люди летят, женщины массово, сотнями, тысячами за любовью. Я не знаю, за вот этими эмоциями. Египетские мужчины дают. Они же понимают, что там этого нет. Маркус, иди поздоровайся. Маркус, ты любишь египетских мужчин? Я люблю. Мы с Маркусом любим египетских мужчин. Египетские мужчины очень добрые. Я могу Маркуса оставить где угодно, они мне его приведут. Не, я не шучу, серьезно. Если бы Маркус где-то потерялся, мне бы его привели домой. Скажи, Маркус, да? У них большие семьи очень часто. Они очень привыкли заботиться о детях с малых лет. Поэтому это все налажено. Вы бы знали, как мне сейчас жарко. Я уже вся мокрая. Но, видите, уже тема важная. Но, мои дорогие подписчики, буду с вами прощаться. Надеюсь, видео было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну, а в конце, в заставках я всегда оставляю ценную информацию. Специально для вас. Все претензии к себе. И да будет вам счастье. Пока-пока. До скорых встреч.